Вячеслав Шершунов Моё призвание, прежде всего, наверное, учитель. Это в крови. Почему? Потому что я дитя учителя русского языка и литературы. Моя мама закончила Смоленский педагогический институт и долго преподавала русский язык и литературу, было заучим школы. Вот, по-видимому, это профессиональная где-то принадлежность и сыграла свою роль. Сначала, может быть, были трудности, были сомнения, правильно ли выбрал свой путь в жизни. Но потом, вот прошло время, вы знаете, что мне удалось поработать ректором двух вузов. В Белорусской сельскохозяйственной академии, которая вот в этом году исполняется 175 лет со дня основания, в историю вошел в 35-м ректором. Ну и вот сейчас работаю уже 12 лет в Могилевском государственном университете продовольствия. В этой жизни, работая с молодежью, здесь очень много интересного. Тоже приходится творить и делиться своими подходами. И когда ты видишь поведение человека, что-то твое просматривается, когда ты, не ошибся, выбрал, скажем, того же студенческого лидера, и он вдруг за ходы общения с тобой превращается действительно в видного уже способного организатора будущего производства. Вот был у меня интересный дипломник уже здесь, в Могилеве работая. Не говорят о Горецких, потому что очень много было тогда председателя райисполкового. Вот сейчас последний мой ученик. Интересно было его наблюдать за 10 лет, как он сделал карьеру. От обыкновенного инженера до сейчас директора Ашмянского мясокомбината Иван Лупеш, которого я в далеком 2005 году возил на выпускной бал президента. Если в семье была заложена, прежде всего, идея, что ты должен достичь чего-то, если его не отбивали от каких-то его желаний, а наоборот стимулировали, развивали те наклонности, которые у человека в детском даже возрасте проявлялись, то сегодня, видишь, целеустремленно молодого человека, он к нам приходит в студенческий коллектив. Вот задача педагога определить, найти эту мальчишку или девчонку и поднять ее. Ну, я хочу сказать сразу, мне повезло, потому что в Могилевском государственном университете продовольствия как раз сейчас учатся дети. Основная масса – это средняя белорусская интеллигенция. С маленьких городков, СПК всевозможных, с областных городов, но только среднее отчиновничества. Конечно, очень представлена большая масса таких слоев, как, скажем, учительство, учителей детей, врачей. Очень много у нас учатся. Поэтому, понимаете, те традиции, которые вот в этих семьях заложены, они просматриваются у наших студентов. С ними легко и просто. Если они верят, что ты не обманешь, если ты с ними готов к открытому диалогу, если ты всегда поймешь его проблему, просишь даже те мелкие пререшения. Ну, кто в жизни, скажем, девушек не любил, когда в студенческие годы был ребятам? А кто из девочек не любил парней? Это же жизнь. Ну, подумаешь, там где-то они задержались, где-то там что-то неудачно случилось. Просто надо вникать во все эти студенческие проблемы и их решать. Почему? Ну, это такой уже сегодня век. Так живут сегодня и за рубежом. Так сегодня живет молодежь. Нельзя надеяться, что те каноны, которые ты выработал по молодости своим, надо принести их обязательно, вот, скажем, через 40 лет. Я бы пытался переносить сегодня студенческую массу своего вуза. Такое нельзя даже предусмотреть, чтобы что-то делать наперекор. Надо просто процессами управлять. Воспитание, быть примером самому, быть среди студентов, чувствовать, чем живет студент. А то, что там с наушниками ходят, или кто-то там подстригся, это не так, знаете, как у нас сына говорят, петушком. Это же его право. Это же право человека. Самое главное – это быть человеком. Понимать человека, который пришел к тебе с какой-то проблемой. Видеть трудности, с которыми он сталкивается. И в силу своих возможностей помогать. Вот так случилось в жизни одной девушки с технологического факультета, что она стала готовиться стать мамой. Ну, а мальчик с механического факультета не хотел на каком-то этапе жениться. Ну, пришлось с этим мальчиком побеседовать. Он сказал, что я вот собираюсь это сделать после армии. Ну, пришлось объяснить. А ты же уверен, что ты отец будущего ребенка? Да. Ну, так а чего ты тут ходишь? И вот прошло где-то два года. Заходит маленький, за руку мама держит. Был бывший студентка. И они меня благодарят. Спасибо, что вот вовремя нас остановили, вовремя нас вот собрали. У нас сейчас прекрасная семья. Мы нашли себе место уже в жизни. У нас в коллективе, куда мы приехали работать, понимают. Мы творим. Вот это самое приятное, когда ты видишь, что ты сделал для конкретного человека. То, что ты должен был сделать как человек. Про пищу можно много рассказывать. Потому что вот я, когда встречаюсь со студентами, особенно первокурсниками, говорю, вы правильно сделали. Потому что самое главное в жизни любого живого организма, в том числе человека, это прежде всего воздух, вода и пища. Это три компонента, без которых вообще жить живое существо не может и человек тем более. А вот ваша задача – наработать свои знания в области технологии, понять суть происходящего, когда идет переработка, чтобы приготовить качественные продукты питания. Тогда все будет хорошо и прекрасно. Вот Никита, у нас известнейший студент Цветков, стал победителем, считает, в Казани международный большой был конкурс поварского искусства. Он занял второе место, пропустил только россиянина. Ну, конечно, россияни не могли отдать свое место кому-то другому. Вот сейчас Ольга Владимировна Мацкого, очень такой яркий, творческий человек, готовит этого Никиту на всемирный уже теперь конкурс поварского искусства, который будет проводиться в Бразилии на преддверии Олимпийских игр. Что надо есть? Все в разумных пределах. Все в разумных, прежде всего, пределах. Что-то выделять одно, как вот знают диеты, где-то проповедуются, что то, как надо, в общем-то, углеводу больше употреблять, забывая про белки, жиры. Но это же в комплексе все здесь. Тут нельзя так просто выделить. Ну, и надо не забывать тот регион, где ты родился, потому что где-то на генном уровне, конечно, что-то у нас, у каждого заложено еще от наших предков. Не только от отца, от матери, а, наверное, туда очень далеко, если спуститься. Поэтому вот это как раз не забывая про те традиции, той кухни, которая была, и про те традиционные продукты питания, которые были употреблением нашими предками. Может быть, надо больше выделять и диетным моментом, когда с участием, прежде всего, специалистов определять диету, не просто самому какой-то установить для себя. Потому что просто простым колоданием массу лишнюю не сбросишь. Что я люблю поесть? Я же, наверное, человек, как раз вышедший из сельской местности. Для меня, конечно, квашная капуста, хорошо приготовленная, маринованная капуста. Конечно, я предпочитаю, честно скажу, белорусское сало. К всем этим колбасам, особенно, когда побываешь на мясокомбинатах, какие бы они ни были, сало есть сало белорусское. Особенно, если хорошо, со вкусом приготовлено. Знаете, по старым технологиям, где-то в отдельных сегодня вот этих наших, скажем, отсеках, по-другому не назовешь, Кребневовская рынка или, вот, скажем, Минская рынка, продается сало, которое по старым технологиям белорусским приготовлено. Когда она не вымочена, а засолена. Еще до этого успели обработать, скажем, ту же кожуру где-то снопом или вот льноотходов, или соломки. Тогда такой вкус появляется яркий, красивый. Еще, как если у мелочь чесночка, тогда белорусское положили. Спикер палаты Малафеев, первая созва палаты представителей, позвал меня заместителем председателя комиссии по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу. Ну и дал так интересное направление быть заместителем председателя комиссии, была вакант такая должность, и заниматься культурой. Вот я и занимался этой культурой. С гордостью могу сказать, вот я перед вами сидит инициатор восстановления знаменитой усадьбы Ваньковичей. Вот когда решался вопрос, как преобразовать даже название той библиотеки, которая раньше, помните, была библиотека имени Ленина. Ну вот я первый внес предложение. Давайте мы просто ее назовем Национальной библиотекой Беларуси. И так прижилось это название, вот когда вспоминаешь все то, что прожито, и вот оцениваешь эти моменты, думаешь, ну что-то ж я сделал. Любимые книжки. Конечно, как уйдешь от каких-то философских книг, никогда не уйдешь. Ну вот из прошлого, ну вот можно назвать, мне как-то ближе, может быть, по духу Некрасова, никогда не Красова. Вот из стихии, там что-то интересное я читал, когда вот с возрастом стал смотреть на Гоголя, на его произведения. Когда вот смотришь, очень много что-то из нашей жизни там просматривается. Как будто вот человек 150 лет тому назад мог его пописмотреть. Интересных очень много писателей у нас, российских и белорусских. Из белорусских, конечно, я Василия Быкова сюда уважал, и вот мне он как-то был ближе по душе, потому что просто я вышел из деревеньки обыкновенной, где очень много таких его героев в своей жизни встречал, с юмором, которые к жизни относились, несмотря на все неизгоды. Кто-то прошел еще через различные лагеря, концлагеря, и с другой стороны лагеря, и те, которые были в Сибири, но сохранивших свою мудрость крестьянскую, свою веру в хорошее будущее своего народа, в своей той же деревеньки. Мы сохранили очень много от нашей культуры. Чертой Белоруса было и есть твердость своих в основной массе принятых решений. И мы не меняем там на бегу свое мнение под впечатлением, что соседа хорошо, соседа лучше, чем у нас. Основная масса живет именно своими традициями, уверенностью, что, в общем-то, все будет хорошо. Все перечисляют 73 сегодня патента. Что их перечислять? Что-то реализовано было в свое время, было в машинах внедрено, а потом ушло. Техника – это же сегодня, знаете, пять лет в лучшем случае жизни. И твое, которое кажется сейчас суперсовременным, оно через пять лет уже, может быть, совсем не нужно. Потому что идут за тобой люди, более молодые, может быть, и более одаренные, главное, ищущие. Процесс научно-технического творчества по любому направлению никогда не остановится. На смену ветерану, вот как я себя сейчас с ветераном считаю, придет молодой парень или девушка, которая пойдет дальше. И вот, когда прослеживаешь это все и видишь, как в нашем даже университете продовольствия на смену ярким лидерам, которые у науки когда-то были очень известными, сейчас приходит молодняк, который смотрит уже как-то на проблему другими глазами, с другой стороны. И появляется новая идея, которая становится интересной. Главное в жизни, вот моя сейчас мечта, чтобы все эти беды, которые сегодня характерны постсоветскому пространству, все страны перешли через большие, маленькие войны, объявленные, не объявленные. То, что сегодня на Украине никогда не пришло на белорусскую землю, вот это самая главная мечта. Потому что если будет мир, спокойствие и дальше ступенчатое движение по избранному пути, к тому, чтобы действительно наша страна стала процветающей, сильной и процветающей, тогда будет все хорошо. А если будет все хорошо, то будут мои внуки, мои дети, с их семьей жить в достатке, благополучии. Сказал спасибо, что дал жизнь, спасибо, что я живу, спасибо, что есть этот мир, в котором я живу. Дай Бог, чтобы у нас у всех было удача, спокойствие, здоровье и было желание работать и жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова